Приветствую вас, вам бы конечно сначала бы обратиться к врачу для медицинского обследования, посмотреть нет ли вас по судьбовой депрессии, вот, такое иногда бывает, особенно если роды были тяжелые, вот, особенно если вы от своих детей чего-то ждали, скорее всего было ожидание какого-то счастья, вот, ну мне так нравится, потому что вы производите впечатление не очень самодостаточного человека, вот, ну здесь, и это не вы не обвинение, как бы вам, да, это просто такое впечатление, что я тьмусь, что вы ревнуете, вот тут, к мужу детей, вот, то это все неуверенность в себе, и соответственно как, как результат, да, как следствие, вы пытаетесь за счет других людей компенсировать эту вот свою неуверенность в себе, то есть здесь, вот в первую очередь обратиться нужно к врачу, а дальше, дальше, ну что-то вы видите, да, что была очень тяжелая беременность, все дружит к тяжелую, или остались, идите, коротко, немного недоносимые, это вы к чему, ну к чему написали не понятно. Я сидел и подумал, зачем, то есть, как бы вы, делаете, подумал, зачем, какое значение вы вкладываете в то, что вы делаете всё по дому, то есть чего вы ожидаете, чего вы хотите, Адрес вы ожидаете помощи, вы хотите помощи, вы ожидаете поддержки или чего-то еще. Вы же ведь какой-то целью написали, что хочется вам... Ну, вы же какой-то целью написали, что вы все делаете потом. Я не думаю, что вы написали это просто так. Тут вот, конечно, нужно-нужно-нужно-нужно поиследовать. Поиследовать, что за этим стоит. Так, значит, а внутри меня полный описание. Описание чего? Ну, описание чего? Детей, семьи, роду, себя, того, как вы живете. Все отрицательное, конкретно. Мне тяжело. В чем? В чем тяжело? Что конкретно? Вам тяжело, что тяжело. То есть я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вам трудно. Я понимаю, что это было очень нелегко и что-то, и так далее. Вопрос в том, какие мысли, какие чувства. Вот что вам тяжело, вы чувствуете. Что у вас отрицание есть, вы чувствуете вроде бы тоже. Но этого мало. Нужно еще что-то. Нужно лучше понимать, что и что конкретно происходит. С чего вы хотите. Что вам нужно-то, собственно говоря. Вообще. Вот. Дальше. Вы пишите. Я это перебарываю и говорю себе, это все ради детей. Ну, это деструктивная позиция. Что все ради детей. Потому что все ради детей быть не должно, в принципе. Вот именно все ради детей быть не должно, в принципе. Почему? Потому что, как бы, помимо детей, да, есть еще вы. И если вы не беспокоитесь, например, о себе, сами. А если вы, ну, не волнуетесь о себе, не беспокоитесь о себе, если вы не заботитесь о себе, вот. Понимаете? Это не работает от всего того, что, как вы можете позаботиться о детях. Твоих. Тогда. В таком, в таком случае. То есть, грубо говоря, да, нельзя. Нельзя ухаживать за детьми, нельзя от детей заботиться, если вы не заботитесь о себе, сами. Вот. Понимаете? Нельзя. это не работает так, к сожалению, к сожалению, вот, и это жертва, жертва получается, то, что вы вот делаете, да, это жертва, жертвенность определенная, получается, так вот, когда вы делаете что-то для детей, да, ну, грубо, грубо, грубо говоря, вы делаете что-то для детей, это получается жертвенно, вот, и ничего хорошего вам это не принесет, ну, вы, в принципе, и сами это видите, что вы не можете, не можете не видеть того, что вам это ничего хорошего, как бы, не дает, вот, понимаете, а дети, они чувствуют, дети, они чувствуют, что вы боретесь с собой, дети, они чувствуют, что вам тяжело, что вам трудно, дети чувствуют, что вам как бы не по себе, вот, дети все это чувствуют прекрасно, и они в силу, так сказать, того, что у них развит развит эгоцентризм у детей, они это все могут принимать на свой счет, вот, поэтому они могут считать, что именно они виноваты вот в том, что вам тяжело, ну, тяжело, как бы, да, вот, то есть, если вы этого не хотите, если вы не хотите, чтобы дети думали так, вот, что ситуацию нужно корректировать, да, нужно, чтобы дети видели, чтобы дети видели, что вы счастливы, что вы заботитесь о себе, вот, и тогда они будут, ну, гораздо лучше себя чувствовать, себя чувствовать, с вами, а этого никому не нужно, вот, как и то, что вы перебарываете в себе, что вы, знаете, потому что, ну, перебарываете, что-то в себе вы, да, перебарываете, что-то в себе вы, смотрит, будет, а, будет дети перебарываты, посоть, а, вы хотите, чтобы ваши дети тоже перебарываются, да, вот, ну, какой-то вот, негатив, да, как, какой-то, какую-то неудобистрирование стабильнее, так, да, вы хотите, чтобы руки не типане, чтобы те, кто потерпели, вот, я думаю, нет, и если вы не хотите, то, вот, соответственно, нужно показывать им пример, вы же не можете им дать любви той, ну, той любви, в какой они нуждаются, ну, понимаете, вы не можете дать им любви, это сила того, что вы действуете, как бы, себе, ну, во вред, вот, понимаете, это, какая история, и дети чувствуют, знаете, дети чувствуют, что вы не даете им любви, и опять-таки они это воспринимают на свой счет, понимаете, они воспринимают это именно на свой счет, ну, именно на свой счет, что они не дают им любви, что с ними что-то не так, вот, ну, они могут считать, они могут считать, что он не так, не так что-то с вами, вот, но тут, как бы, разница, да, ну, небольшая, небольшая, вообще, то есть, ну, какая разница, считают ли они так, или считают ли они по-другому, главное, что у них есть недостаток, недостаток любви, вот. Это я уже молчил о том, что вы, вы ревнуете, как бы, да, себя, то есть, это означает, что вы себе не уведомы. Ну, это тоже ваша ответственность, это тоже то, что вы перебарываете, вот, и в итоге несчастный, вот, в итоге чувствует себя жертвой, вот, причем не простой жертвой, а той, кто… той, кто, вот, делает все для других, да, а другие как бы не ценят того, что для них делают, ну, в данном случае, вот, речь идет справа. Как можно себе помочь, чтобы стало легче? Себе помочь, наверное, не как-то, а то вы находитесь во властвии своих облонов поведения. А я бы рекомендовал больше внимания уделять себе, и я бы рекомендовал вам просить о помощи людей, да, то есть, что посудили с детьми, там, да, 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 вот. Разобраться с ревностью, причиной ревности, вот, больше внимания для себя. Это то, что, возможно, вам порекомендовать. Возможно, имеет смысл переосмотреть отношения с мужем. Вот. То есть, возможно, вы с мужем отдалились, и вы не чувствуете его поддержку. Тут тоже очень важно, с одной стороны, простить его об этом. То есть, не ждать, что человек как-то догадается, услышит вас и так далее. Ну, если есть проблемы какие-то при просьбе и при озвучивании своих желаний, то с этим нужно работать, с этим нужно работать. То есть, эти запреты, их можно и нужно снимать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Что вам показывает сейчас? И渡 Удачи ваша ему некуда. Продолжение следует...